Малыш находится третий день на стационаре в приюте. Видно, что он пьет. Но состояние его еще, конечно, тяжелое. Его штормит. Координация неуверенная, но все-таки уже его состояние гораздо лучше, чем то, в котором он к нам поступил. Сегодня я хочу рассказать вот о чем. О чем сегодняшнее видео будет. Если вы проследите за последними видео, которые мы выставляли в интернете, именно о собачке Жужи, которая поступила к нам до Нового года с отравлением, предположительно, инзиазидом или тубозит по-другому. Это лекарство используется для лечения туберкулеза. На тот момент мы не хотели поднимать. То есть, когда собака поступила, на предыдущих видео ее состояние, слюнотечения, слезотечения, такие эпилептические припадки, то есть мышечные судороги по всему телу, что еще? Рвота, самопроизвольное мочеиспускание и каловые массы. То есть, по вот этим признакам, которые мы обычно из практики видим при отравлении инзиазидом. То есть, мы же не были в лаборатории, чтобы могли на ходу все это сделать. Но фактически умный человек, когда видя такие признаки, он, зная о том, что это может быть отравление вот этим препаратом, и зная, какой антидот используется при этом, умный человек ведет передоксин или по-другому витамин В6. Что мы сделали? Передозировка этим витамином, скажем так, ну, мы обычно ставим как? Один миллилитр на килограмм веса в течение трех дней. То есть, даже если мы и завысили норму в несколько раз применения этого препарата, от такого количества витамина собаке ничего плохого не случится. Но даже на русский авось ставят такой препарат, потому что вы же анализы лабораторные делаете, вы это все из практики на глаз и положительно. То есть, вы спасаете свое животное на русский авось. И вот, что и произошло в предыдущем случае до поступления вот этого малыша к нам, но по этим признакам я лично принял решение поставить ему противоядие антидот передоксин витамин В6 по подозрению в отравлении вот именно этим препаратом, тупозитом или инизиозитом, по-другому, который применяется при лечении туберкулеза. Далее, я не хотел поднимать эту войну, скажем так, не хотел откапывать этот топор войны. И просто тактично и культурно, ну, собака выжила, слава богу, все хорошо. Предупредил жителей нашей деревни, именно тех, ну, я надеюсь, что они смотрят YouTube, им же еще интересно, предупредил о том, что если будут дальнейшие отравления происходить в этом же районе, это дома по улице Миры, где проживали собаки, дом 4 и дом 2. Если будут дальнейшие отравления, значит, я напишу заявление в полицию везде, где только возможно. По первому случаю я устно общался по телефону с участковым, именно в устной форме по телефону, с просьбой переговорить, не писать заявление по факту отравления, а переговорить. Возможно провести такую неофициальную проверку по наличию, скажем так, людей, находящихся на лечении в туб-диспансере, у кого, возможно, могут быть такие таблетки. Ну, предположительно, вот такой вариант какой-то развить, то есть подкинуть тему, скажем так. Ну, я не знаю, было ли общение у участкового с этими людьми или не было, но я вижу факт налицо, что отравление продолжается. То есть, после того, я вижу, что разговаривал участковый или не разговаривал, действие это не возымело, отравление продолжается, люди из деревни продолжают вести отравленных собак, вот. И в данном случае сейчас я пишу заявление, скажем так, администрации Хохловского сельского поселения, Совету депутатов тоже Хохловского сельского поселения, во все инстанции, кому только возможно. Почему? Потому что раз этот вопрос не решается, полюбовно, как говорится, значит, будем его решать не полюбовно. Второй вопрос, на что хочу обратить внимание, если сейчас меня слышат люди, которые могут разгребсти эту проблему. На что я хочу обратить внимание? Что эта проблема есть, и она не закроется. Из-за чего это происходит? На территории Хохловского сельского поселения находится приют Верхность, к которому уже, в принципе, 11 лет мы занимаемся этим делом. Люди со всей округи, с близлежащих областей и города Смоленска, зная о том, что здесь находится приют для бездомных животных, они завосят сюда собак и бросают их. В 19-м году и в 20-м году были партии завоза собак в деревню, от 10 до 15 собак, которые были совершенно дикие, в руки не давались, и не так просто было изловить. В дальнейшем, когда эти собаки забрасываются в приют и более мелкими партиями, и щеки коробками и тому подобное, эти собаки сбиваются к центру деревни, потому что там колбасный цех, там два продуктовых магазина, школа и тому подобное. Вот эти все пищевые запахи, конечно, животных привлекают. Собаки сбиваются в стаи, и во время гона или собачьих свадеб, так называемых, они постоянно пытаются поднять свой статус. И первыми, кто страдает при этом, это маленькие дети и женщины. Естественно, все вот эти вот места, которые обычно привлекают собак, они находятся недалеко от администрации деревни Хохлово, а также учебного заведения, средней школы. Родители, привозя в школу своих детей, видят эти стаи, пишут заявление в администрацию хохловского сельского поселения, но администрация, она не спец АТХ, не спец хозяйства, которое должно этим заниматься, и оно физически не может выполнить эту работу. Она обращается к нам. Мы выполняем эту работу совместно с администрацией, потому что жители помогают нам отлавливать этих собак, определяют к нам их в приют. В дальнейшем мы их содержим и ищем новые дома. Но мы не можем, дело в том, что не можем принять такие потоки животных. Из-за чего это происходит? Из-за того, что приют держится за счет благотворительности. То есть все финансированные приюты еще существуют за счет благотворительности. И оно не является стабильным. То есть вот, допустим, на завтрашний день в холодильнике, для кормления всего приюта, у нас в холодильнике остается еды, но максимум на 3-4 дня. Это мясо. И если мы будем бесконтрольно подбрасываемых собак регулярно принимать, вот в данном случае без какой-то дополнительной помощи, мы просто на все треснем. И все. И в конечном итоге вот эта вот реакция жителей на кого обернется. Из-за чего здесь в деревне постоянно появляются собаки. Раньше их здесь в таком количестве не было. Раньше здесь в таком количестве не было. Почему? Это сейчас происходит. Потому что в деревне появился приют для бездомных животных. Вот и вся проблема. Я сейчас хочу обратиться в этом видео, в сообщении, в этом ролике. И хочу обратиться к людям, которые могут решить эту проблему. Я его сейчас вот озвучу и обращаюсь к вам с просьбой. Оказать нам помощь в данном случае. То есть обратить внимание и подумать, каким образом можно решить эту проблему. Как я вижу, например, это, допустим, выделение госсредств для обеспечения нужд приюта той же кормовой базы, зарплат людей, которые в штате здесь находятся и тому подобное и так далее. То есть организовать это так, как это положено. Строить приют городской это нужно. Очень нужно. Но не нужно забывать и про те приюты, которые уже существуют. Тем, которым нужна помощь. Вот на данный момент сейчас у нас вот такая вот проблема. Прошу разобраться в этом и оказать содействие. Все. На этом пока. Ну все. Будем ожидать решения. Ну и все. Хороший мальчик. Молодец. Все. Хороший мальчик.